друзья мы едем кататься на тесле это апплике еще на телефоне показывает сколько там зарядки до можно посмотреть сколько температуры вот пишет у нас в салоне издалека мы видим сколько сейчас я могу включить кондиционер выставить заранее до температуру то есть машина включилась пока мы подойдем уже там будет двадцать половина к если кто-нибудь угонит мог видно кто там сидит до видно никто сидит обидно куда она едет или где она сейчас то есть вот мы видим да мы здесь gps товаром и здесь машина вот здесь и когда она едет по дороге тоже видно куда она едет нет нереально ее можно дистанционно остановить и управление опять же можно открыть крышу можно побибикать например помехать лампами вот это на мигаля это мигает или вот побибикать а вот это вот я на телефоне нажимая она вот мига еще mosca и можно открыть двери можно уехать без телефон без ключа нас телефона по это можно шутить соседям поставить можно открыть крышу можно открыть двери на пример ну там случае человек уехал в отпуск оставил машину там не на том месте запарковано да потом пригласил товарища там и стоявание открыл двери включил машину он уехал перепарковал понял то есть машина как бы на телефоне вся телефоне да и друзья мы еще не сели в машину а уже уже как бы покатались немножко как-то увидеть как будто впереди багажник в виде машинки тут проза чехольчик на 5 нажимая на передний багажник он возьми откройте а лампочка там есть нет это вопрос багажник не дни в него здесь не нужно давать о паре а этого телефоном куда вот багажник такой спереди а там сидер туда чемодан можно засунуть багажник и мотор до вместо мотора моторный отсек вот сзади там ну не суть сзади довольно просторно я сказал багажник вполне а где же весь приводной механизм он между колесами мотор находится в эта машина как бы такого первого поколения как они говорят классик вот то есть она заднеприводная и мотор вот он там находится между колесами всего 420 лошадиных сил 420 это много учитывая что машина то не не гигантская в общем она так сколько весит она лишь а то есть она увесистая так мишку да садись перед ну давай я пойду я же я же тут с репортажем 20 с половиной градусов так мой мама эти залезаем залез так надо за стеклика ремешком достигнутся так если можно музыку убрать у меня музыка она потом ютюбом будет расценивано как все-таки это тех техническое безобразие вот у меня разжалуется что или желтая что передний багажник и двери открыл вот она рисовала дверь открыла и все остальное не закрыли никакое не чудо мы тоже своих машинах ой там какая девушка у них появилась в танка пока не видел так понял хорошо тут у нас может сказать компьютер такой он можно по ним пальчиком водить да да то есть можно водить пальчиком можно увеличить на весь экран карту местности сделать но не отмекает какая-нибудь ручка машина включается если вы видите ручек у каких нет нету вместо ручки бутылка воды что можно сказать значит карта музыка календарь он синхронизируется с моим аудиториям вот лук вот тут значит можно статистику по зарядам смотреть можно можно так например сделать поменять местами карту с этим делом вот есть интернет-браузер из камеры заднего вида телефон браузер то есть нормально у него своя сим-карта и свой интернет платит за все тесла за интернет за этот и как бы видео только нельзя но машина собой там собака она машина сама сколько стоит ну тесла диапазон где-то от это 70 тысяч до 130 ну то есть как бы лак же рекорд таки да но вот топовые модели которые сейчас стоит там 130 это 770 лошадиных сил это разгон до 100 километров в час где-то за 2-3 секунды и секунды вот и все кого все машины которые произведены после 15 октября 16 года они оборудованы всеми датчиками необходимыми для пола полного автономного управления то есть там восемь камер радар 12 ультразвуковых датчиков gps это значит что к концу года обещают что выпустят софт машина сама себя обновляет это раз в месяц приходит новый апдейт и появляются новые функциональности вот и работает это так что при полном автономном управлении вы можете сесть на заднее сиденье и сказать домой и про новость и сейчас дома сама запаркуется фактически речь идет просто о законодательном праве так ездить как которого еще нет да или же но она скоро будет то есть идет к этому это к этому очень бодрый и поэтому мы можем поехали то есть я давай машина включилась я сжимаю на тормоз других управлений а сколько педалей 2 но газ тормоз и вот ручка там как у мерседеса типа вперед вот она жалуется сейчас была машина она рисовала здесь что внимание того гражданства но мы проезжали пожалуйста зачем столько лошадей в этом же весь в этом же нет дело в том что дело в том что когда вы едете на обычной машине как бы ну вяло текущий процесс такой вот а тесла про основном продажи происходит именно из-за того что люди один раз попробовали на ней ездить и вот это ощущение вот этой мощности дорога и даже причем у нее до власть выглядит так что у вас все это вся эта мощность она доступна при нуле оборотов набора то есть при нуле вы нажимаете на как бы газ не газ а там окселераторами как назвать вот и он все эти лошадиные силы отдает мгновенно и вы улетаете просто вот мы сейчас немножко выйдем на более ровную дорогу как при переключении трансмиссии нет ее нет просто есть мотор есть гербокс ну то есть редуктор который стоит и ось колес на нем и все то есть поэтому никаких задержек просадок там переключения этого ничего нет то есть нет звука нет все управление идет через экран фарами крышей там лампочка то есть все-все-все-все искусственный интеллект уже ну это это еще туповатая машина как бы эта версия она такая скажем дело идет именно к тому что вот даже model 3 model s все что уже начало производиться она имеет оборудование достаточное чтобы вы уже сидели пьяные на заднем сиденье и песни хараона домой да и она вас отвезет определив что вы пьяный она не скажет мне она сама едет вас ваше участие не нужно с точки зрения водителя который вот привык жать кнопку газа педаль газа есть какая-то пункта фундаментальная разница вот как ты жмешь вот на эту нету вот смотрите давайте нажмем вот мы уже 65 у меня вдавило отказать что да это первый момент мгновения рванула я потом отпустил она и бы и продолжила но 420 лошадей хотя у топовые модели 770 поэтому у меня всего за 4 2 разгоняется до сотни до 60 минут а топовые значит два раза быстрее и эти в два раза на этих секундах это совершенно другое клинка это вы абсолютно другое впечатление то что мы сейчас разогнались это общем и стоячий это хорошо но если еще разочек ранится еще разочек ну давай я сяду а вот нужно 70 а написано 40 а если дураку достанется ну извините единственное что дураку повезет это то что машина очень безопасно за счет того что отсутствует двигатель опередили да этим не повезет то есть машина по всем параметрам так 5 звезд и так далее на очень безопасно планирует ли тесла делать автосалоны как я понимаю сейчас на теслу очереди нет необходимости делать магазин есть но это шоурум салоны просто пока заказ машины все равно идет чип онлайн через веб-сайт целая фиксированная да только вот поэтому никаких вот этих вот дилер шипных разводов нету потому что цена фиксированы выбрали онлайн опции получили цены нажали купить сегодня на те модели которые в шоуруме стоят на них очереди нет то есть можно прийти взять но то есть это фактически определяет цену да то есть если тяну скинуть одинаковые не ваш не нет я не то смысл цена на автомобиль если ее скинуть например и возникнут дикие очереди все равно производство ты не можешь удвоить или утроить быстро поэтому да поэтому в шестнадцатом году тесла произвела там 83 с копейками тысяч автомобилей сколько вы не все три тысячи дорогие предыдущие 2015 вылоком 53 тысячи автомобилей то есть существенный прирост в отношении тесла но в общем конечно это копейки там в этом году там я думаю где-то будет более 100 тысяч автомобилей в восемнадцатом году планируется выпустить всего порядка полмиллиона автомобилей в двадцатом миллион до полмиллиона тоже серьезно поэтому сейчас фабрика расширяется там носите фриман где находится основное производство одобрила расширение фабрики примерно в два раза площадей ну что поехали вот так вот можно показать на 70 миль до и ну да то есть отлично а что за женщина слева а это вот музыка играла альбом который понял хочу зеленая это вот красная вот это вот оранжевые это мы расходуем энергию и вот там в киловатт а сколько мы расходуем сейчас вот сейчас там 0 когда я отпускаю газ она начинает рекуперацию торможения то есть вот это зеленая это сколько киловатт мы сейчас обратно в батарею засылаем вот то есть это мы тратим это мы тратим вот это мы заряжаемся и вот справа график расхода заряда а вот конкуренция которая между час разными компаниями вот например я читал где-то с год назад там что-то и говорили что самая продаваемая это nissan leaf по моему да ну на тот момент это региона где-то продаваемые это не очень но имел сюда в целом по стране но вот все-таки мы видим сейчас очень многие компании практически все до основные компании они все пытаются сделать свой какой-то электромобиль они как-то уже участвуют в конкуренции или тесла считают что как-то вот их их рядом нет они там можно не беспокоиться и день никого нет все кто кроме вот недавно был выпущен на шевроле болт вот которые они произвели и там пока что по моему примерно полторы тысячи экземпляров вот немного немного да единственная у них цель производства этого автомобиля это списать кредиты на машины которые расходуют много электроники вот то есть это они в убыток себе производят продают за 37 с половиной тысяч этот автомобиль он пробегает 230 миль на одном зарядке и он вот такой вот как бы маленький не очень мощный и это единственное как бы это конкурент они горят модель 3 на на самом деле модель 3 будет намного круче а воду ты она когда собирается начало производства будет концу лета вот этого года этого уже они все-таки собрали деньги с большого количества людей это более 400 тысяч человек затыдно замесли тысячи долларов карты но где например резервировал себе 2 на всякий случай всякий случай да потому что если вы впереди как бы этого списка да вот америка вам компенсирует порядка 10 тысяч долларов после покупки вам вернут можно вопрос да а вторичный рынок тесла он уже есть он есть конечно потому что люди ну те кто покупает тесла они не бедные скажем так вот эти не бедные люди покатавшись вот этой машине у нет автопилота да вот она четырнадцатого года модель и как бы для автомобиля что такое там двухлетние машины там ерунда да вот а для теста это уже такая старина как это нет автопилота нет радара нет значит уже хотя она там по динамике она там хороша и она 78 месяцев то есть она отличная машина у нее там воздушная подвеска где вы можете клиренс менять как хотите выше ниже там и так далее вот у нее там много очень умных функций все но масштабах тесты где изменения происходят там раз в месяц или там чаще вот это уже как бы настолько старинная машина со своими приколами то есть она уже смешно говорить поэтому богатые люди они конечно покупают новые версии вот и я вам честно скажу я как бы то что я вижу отцы но по своим ощущениям и по тем людям которые купили теслу обратно на бензиновый мотор они не пересядут это это не как это уже как бы настолько вас портит вот этого вот мощью вот этой умностью вот этими всеми как бы и водородом конец ага чем дать те кто и может себе пока позволить и не кто им пользуются они люди уже все это уже как бы не продали я вам как блогер как блогер я поскольку снимаю в салоне все время у меня вот на дэшборде там стоит подставочка на ней там камера сверху и мне например критично чтобы в салоне было тихо допустим вот я езжу в лексусе и как тут довольно тихая машина но если мы выезжаем на хайвей например это у меня там стоит камера да с водительской стороны а светлана сидит в кресле рядом уже и очень плохо слышно уже там бардак по городу при низких скоростях нормально я просто чем говорю что вот я пытаюсь послушать как она едет но относительно тихо здесь я не могу слышите только шум шин да по дороге да да то есть огромный мотор не гудит да только когда он ускорение немножко там слышно такую подвывание такой небольшой тихо 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 так и стекло тоже резонатором является да то что надо от дороги она должна ну да сейчас так просто тихо в момент когда мы разгоняемся например уже ослышан такую звук высокой ну давайте послушать давайте разгоняемся тихо сейчас секунду я на поставлю ага пошли бой ну практически ничего такого не может быть чуть-чуть попищало да чуть-чуть попищало это не сравнить конечно с обычным моим мотор и но тут еще очень вот как бы если вы за рулем и вот это вот реакция между нажатием на педали когда она рвет когда ноль задержки то есть это мгновенная реакция а вот очень подкупает и это такой фан ну что разберемся мы сейчас видим могу ориентировать по нашей навигации навигации есть можно набрать адрес вот например покажем как набрать адрес адрес будем лавала 57 улата плохое нет дико почитает вот она нам нарисовала сейчас едем то есть опять же не надо менять масло не надо менять фильтры не надо делать смог чек делать сразу году вам рекомендуют заехать на сервис чтобы они там смотрели как вообще но если вы не просто вообще не смотрит там я знаю может у вас там где-то вода затекает там или какие-нибудь там где-то резинка не уплотненно это может что-то для билл хорошо все-таки получается такая история значит вот сейчас машина стоит скажем от 70000 причем она напоминает как бы плоский телефон на только купила уже устарела так получается значит получается так сегодня ты купил себе за 70000 машину через три года есть один момент очень серьезно машина сам обновляется также как телефон software software надо и у нее появляются новые функции у нее вот например сейчас выпустили все эти наши машины они тесловские они не имеют хотя хардвер есть то есть оборудование но он не умеет изображать полный автопилот а через месяц-два-три выпустится новые апдейты машина сама себя продать это эти все функции появляются также вот было и первой версии автопилота ну хорошо вот сегодня это 70 тыс берешь машину пройдет там три года например и можно будет там за 30000 взять там model 3 такая же такое получается значит как бы деньги как-то на ветер или на другого качества все-таки машина автомобиль он как бы свои функции выполняет плюс то что вы купили теслу она как бы вы застрахованы тем что софтвер на на себя обновляет она получает новые функциональность бесплатно и это этот как бонус вам позволяет машины быть лучше и лучше с каждым годом она становится все лучше она может сама запарковаться эта модель нет но все что было выпущено это с октября 15 года может а это четырнадцатого года машина она не может но вот рисует для камеры заднего вида и так далее вот то есть это скажем за счет того что она сама обновляется за счет того что там заложено очень много материалов и решений которые позволяют им жить долго она будет лучше и лучше быть со временем поэтому она вот как бы вы купили одну машину через год она стала лучше а я же машина такая никто бы жить уже есть уже какой-то опыт с остаточной ценой вот и проездил два года даже заплатил 100 тысяч проездил два года сколько она стоит ну она тоже конечно естественно царя царя цене вот но она цену держит я видел статистику она лучше цену держит чем lexus и mercedes и бмв у нее остаточная стоимость выше отлично вот потому что опять же мотор то что тесла планирует делать это гарантию где-то на миллион миль марашка то есть там столько не про 1 и 6 миллиона километров шуматор служил вот батарея 8 лет то есть через восемь лет конечно машина устареет чтобы чтобы говорят китай что такое рвется в этот бизнес да конечно то сейчас все рвутся потому что сейчас когда 2012 году все смеялись над тесла илон маском зачем вам этот геморрой это смешно было слушать но как бы не не смешно то есть люди говорили да ну куда ты лезешь как бы бизнес где фирма последняя крайслер была в 1925 году организованной после 25 года 1925 ни одна фирма в америке автомобильной не была основана которая бы выжила вот и тут товарищ взял свои деньги занес организовал фирму и все смеялись какие электромобили это мол ну ерунда полна если ты вы сейчас посмотрите то с каждым годом все главные автомобильные концерны гиганты они все переключаются потому что они видят что тесла у них захватывает рынки вот топовые вот эти лакшери модели самара скорой и остальные подберут да поэтому получается как что сейчас например там я слышал ну читал статистику что в шестнадцатом году тесла продала машин как ну например модель x модель с до большой седан люксовый этих машин тесла продала больше чем там мерседес бмв вместе взятые такого же такого же классе и естественно у теслы продажи выросли там на 30 процентов по мере их как говорится ограничение по производственной мощности а у этих ребят продажи упали но не потому что у них производственной мощности упали потому что спрос ушел в теслу и они видят что эта машина она как бы будущее потому что это намного дешевле если у вас есть дома солнечные панели и электроавтомобиль то у вас вообще бесплатно вы сами себя зарядили сами себе и катаетесь основной остаток продали в трассе до остаток по электросети или даже ну вот я я честно скажу я там вот работаю на этой фирме этой машине уже там я я владею где-то там год и два месяца я поставил заряд розетку дома чтобы заряжать я проверил розетка работает и с тех пор я ни разу не пользовался то есть вот я год с лишним владею машины я ни одной копейки не под а энергию для автомобиля из дома из дома потому что работе может быть и да у нас на работе есть бесплатные зарядки то есть я приехал на работу подключил ее к розетке вечером то есть концу рабочего дня она полностью заряжена если я куда-то еду у меня бесплатные суперчарджеры по всем дорогам основным через каждые 100 миль я могу остановиться я не считал сколько-то и смотреть я немного я мало езжу ну это зависит да то есть я там до работе до работы я еду там 35 миль и назад это прежде 70 миль у меня выходит с этой машины не трачу 0 то есть у меня на обслуживание ноль на бензин 0 то есть он наносим удар по ближневосточному сказать все производители нефти они должны уходить видимо в использовании нефти для производства синтетических то волокон а сейчас кожи заменителей там дерево производства солнечной энергии там у них жарко не правильно у них солнца много но нет нефть нефть и углеводороды они всегда будут цене наверное потому что они не них не только можно сжигать из них можно делать много всего полезного конечно вот то есть еще менделеев ругался да 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 вот поэтому все равно нефть будет в цене вот но не в таком объеме она будет нужно поэтому уже не в таком объеме есть да но это такой вопрос мне мы не знаем мы не знаем вот но если скажем сейчас в европе например основной потребитель теслы норвегия там уже чуть ли не 30 процентов всех продажи до теслы потому что у них очень дешевая энергия за счет у них масса гидроэлектростанций вот и они какого-то они субсидируют они из государства доплачивает но опять же как и по америке так и там и норвегии там европе доплачивают владельцам теслы но нет фирме тесла естественно вот то есть фирма тесла вообще от государства ничего никаких субсидий не получает в принципе то есть тут все идет субсидирование за счет инвесторов и за счет внутренних ресурсов вот и норвежцы хотят чтобы у них все было чисто и красиво они хотят дышать свежим воздухом и энергия гидроэлектростанции будет заряжать автомобили ни выхлопа ни звука ни шума никаких вот мы разгонялись не разгонялись вы же ничего не слышите правильно то есть чуть-чуть там что-то посвистело и все вот и ничего не воняет то есть вот я сейчас уже там вот едет рядом машина вот которая впереди стоит да с этой трубой и вот выхлоп этот вонючий там она дур 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 вот это вот гудит и она там хрипит и воняет ты думаешь да господи когда вы уже это все закроетесь да потому что действительно там типа 5 литров мотор и он естественно воняет и тот же дизельгейт эти все и все остальное поэтому а здесь тишина не дыма него не ничего спокойно вы себе выработали эту лент электроэнергию даже если это газовые электростанции где-то там расположены они все равно кпд не сравнить бензиновым двигателем там у них там 80 процентов этого 25 хорошо давайте мы от лица зрителей которые нас смотрят давайте мы алексей поблагодарим и у меня батареечка садится в камере я уже должен запись остановить можно тут добеседуем без записи счастливо до свидания